Первое в карьере попадание в произвольную программу на чемпионатах мира и Олимпийских играх это серьезный шаг вперед для представителя зеленого континента. Джереми Тен еще один канадец, хотя почему еще один? Первый канадец из тех спортсменов, что присутствует на этом турнире в отсутствии Патрика Чана и Кевина Рейнольдса. Канада выглядит пока не так убедительно, но в то же время это шанс для молодежи. Ну у них тоже в Канаде появились новые лица. Тот же Джереми Тен, который очень долго на самом деле уже катается за сборную Канады и в этом году по-новому закатался, выучил наконец и тройной аксель, и четверной клуб, с которыми он боролся там на протяжении многих лет и никак ему это не удавалось. И вот заслужил путевку на чемпионат мира, попал в сборную Канады. Ну и конечно молодой Нам Гуен, который тренируется у Брайана Орсера. Это тоже, наверное, открытие этого сезона. И Лиционер Шпайсен выиграл ТАП Гран-при. Тоже, думаю, на него будет интересно посмотреть. Он тоже будет в этой разминке выступать. Вообще эта разминка очень хорошая. Вот, кстати, с того самого тройного акселя. И начинает Джереми Тен свою короткую программу. Сейчас исполняет лут стулуп и тоже очень достойно. Пока Каскад 3-3, без четверного прыжка он идет в короткой программе. Но, тем не менее, делает ставку на чистое исполнение. И пока ему фактически все удается. Каскад 3-3, без четверного прыжка. Каскад 3-3, без четверного прыжка. Каскад 3-3, без четверного прыжка. Неплохо справился со своей короткой программой Джереми Тен. Несмотря на то, что его уже нельзя назвать юношей. Он не первый год действительно катается. Но стабильность по-прежнему это не его конек. В частности, мы помним, что на этапе Гран-при России в нынешнем сезоне он фактически ничем не запомнился. Затерялся где-то в конце первого десятка. А сейчас очень достойное выступление. При отсутствии четверного прыжка, тем не менее, он все исполнил более чем уверенно. Может быть, чуть хуже. Не дотерпел он по уровням на вращениях. Но нельзя сказать, что у него был самый сложный контент. Без четверного пока еще. На уровне Елизаветы Туктамышевой. Я уже много сегодня говорил про Лизу. Очень многие и многие мужчины, к сожалению, не дотягивают пока до того, что Туктамышева прыгает. И оценки пока, ну хотя бы вот по короткой программе, больше чем у Лизы, только у Амодио. Ну, на самом деле, Леша Быченко, израильского фигуриста, его судьи очень сильно почему-то не любят и недооценивают. Потому что парень на протяжении двух сезонов катается чисто, прыгает четверные стабильно и тройные акции. Да и сейчас он откатался очень здорово, если посмотреть. Ну, четверной, да, немножечко у него не получился. И арбитры его вполне заслуженно отминусовали, а все остальное более чем достойно. Но все равно это был четверной прыжок. Конечно. Нет, Быченко, он заслуженно сейчас второй. Наверное, это было чуть менее убедительно, чем у Амодио. Ну, а сейчас посмотрим, что получит Джерметен, у которого четверного пока нет. Но зато у него все на плюс. Сделал ставку на частоту катания и ставка эта сыграла. Вышло же. Оценки Джереми Тену. Сколько Тенов у нас становится один другого лучше. Одно фамилец казахского Дениса Тена. Одного из лидеров в этом, да, и претендентов. На этом чемпионате мира Тен будет претендовать очень на много. Денис Тен, на самом деле, очень умеет выступать на чемпионатах мира. Всегда у него одни из лучших его прокатов на чемпионатах мира получались. Ну, оценка не самая высокая. Тем не менее, это второй результат с хорошим запасом. Третий, конечно, результат. С хорошим запасом Джереми Тен выходит в произвольную программу. Опережая австралийца, как и нами.